Итак, недельная глава Хаейсара. Разберем такой момент. В поле и даю тебе и пещеру, которая на нем даю тебе, на глазах народа моего даю тебе, погреби умершую твою, сказал Эфрон Аврааму. Очень интересно, пока Авраам отвешивал серебро, Эфрон стоял и прибегая к разным уловкам, воровывал партнера по сделке. Говорят, там нажимал на весы, еще что-то. Конечно, он не мог не знать такое, что в результате его воровства потеряет деньги не Авраам, а он сам. Ибо Авраам получил благословение от Бога. И что еще сказано, хулящего тебя прокляну. Поскольку Эфрон пытался уменьшить достояние Авраама, то он был проклят и в конце концов стал нищим. При описании того, как Авраам отвешивал деньги, в Торе опущена одна из букв имени Эфрома, буква ВАВ. Это означает, что Эфрон не только ничего не приобрел своим вот этим вот хитрыми штучками. Напротив, потерпел убыток. И причем во всем. И вот о человеческих качествах тут. Много лет назад Рамбам был в спор с философами. Философы утвердали, что природу кошки можно изменить и сделать ее похожей на человечество. Рамбам сказал, что животное всегда останется животным. Философы продолжали доказывать, нашли кота, дрессировали его. И вот, наконец, были готовы показать наглядно свой тезис. Множество народа пришло смотреть, что из этого получится. И вот в комнату входит кот, одетый как трактированный слуга. Несет под нос, на нем бутылка вина и стаканов несколько. Все уж изумлены. Рамбам, который встал в другой части комнаты, вытащил из кармана сверток, развернул и оттуда выскочила мышь. Кот увидел мышь, бросил под нос и помчался за мышью по комнате. То есть, все люди тогда согласились, что можно выдрессировать кошку, но вы не можете изменить ее природу. Вот Эфрон был таким же. Когда Аврам попросил его продать пещеру, они были окружены народом. Эфрон сказал, что денег ему не надо, пусть он не думает, что какой классный парень. А на самом деле он хотел получить огромные деньги и заломил огромную сумму. Иногда люди кажутся нам приятными, дружелюбными. Но если кто-то наступит такому человеку на ногу, или чем-то обольет его, или он приходит в бешенство, если задели его как-то. Люди никогда не меняли свою природу на самом деле этим. Когда вокруг тихо и спокойно, все идет своим чередом, они могут держать себя, так сказать, как-то вежливо и мило. Но внутри они готовы взорваться по любому поводу. В противоположность этому человек, которым по-настоящему работал над своей натурой, посредством ежедневного самоанализа, изучения духовных источников, работал над собой. Он все больше и больше контролирует свое поведение в каждой конкретной ситуации. Здесь речь идет о жадности. Есть и другие, но издаюсь о жадности. Противопоставлен Аврам, который хотел накормить всех и на весь мир. И Эфрон. Аврама через тысячу лет оказалась величайшей из величайших практически для всех народов. А Эфрон потерял даже букву в своем умении. И все остальное. Знаете, собака шла по дощечке через реку, а в зубах несла кость. Увидела она свое отражение в воде. Подумала, что там другая собака добычу несет. И показалось собаке, что та другая кость намного больше. Она бросила свою кость, кинулась отнимать костью отражавшейся. А так и осталось ни с чем. И свое потеряла, и чужое отобрать не могла. Поэтому в мире все связанное. И что будет, если посылать, например, проклятия небу? Ничего, они вернутся к своему источнику. Наши обидные слова, ревнивые взгляды, мысли нехорошие, действия, мягко говоря, неправильные, да? Они создают накопительный эффект в духовных мирах. В результате появляются страдания, как персональные, так и на глобальном уровне. Написано в Кабале, что все темные силы порождают именно наши действия. Они эхо наших разрушительных поступков. Но вселенная сама по себе, это в первую очередь что? Это равновесие. Это равновесие. Если мы не хотим делиться, справедливо ли наше желание получать? Мечтаете, чтобы исполнилось что-то так по щелчку? Хотите везения и удачи? Написали мудрецы, не жадничай, научись отдавать. Чем больше отдашь, тем больше получишь. И это работает. Умение, кроме этого, принимать, оно тоже не менее важно. Принимать то, что происходит с тобой в жизни. Чтобы, если хотите, чтобы жизнь не приносила такие сюрпризы. Благодарите за каждое событие и за все. Это формула великой удачи. А если мы хотим только братья, страстно желая что-то, думаем, что вот квартира, машина, я знаю, именно это сделает нас счастливыми. И прямым текстом заявляем это, мне плохо, счастье возможно только если. И дальше список, как рулон туалетной бумаги. Так не работает. Можно мечтать, но делать это правильно. Надо отпускать свои желания. Надо наслаждаться и благодарить за каждую мелочь. Надо за солнышко выглянувшее, за соседа, который улыбнулся, за интересную книгу. И радоваться великому чуду под названием жизнь. А то все недовольны, но хотят больше и дальше. Этот мир для тех, кто научился давать. Давай это, расширяешь себя. Авраам сделал это на весь мир. Будь как Авраам. Браха вацлаха.